Строительство, торговля, общественное питание, сельское хозяйство, услуги и транспорт. В этих сферах наиболее развита практика теневой занятости. Более 15 миллионов россиян занимаются непонятно чем, оставаясь при этом экономически активными. Оценивая социально-экономические последствия неформальной занятости, необходимо в первую очередь отметить недополучение социальных платежей и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что, как все мы прекрасно с вами понимаем, оборачивается недофинансированием социальной сферы, нехваткой инвестиций, невозможностью повысить социальные выплаты и оплату труда работников, в том числе бюджетной сферы. Как вывести население из тени решали в правительстве края. Для принятия более эффективных решений здесь провели заседание, куда для обмена опытом пригласили представителей ЮФО, СКФО и Республики Крым. Открывая заседание, зампред краевого правительства Ирина Кувалдина рассказала коллегам о проделанной работе и ее результатах. С начала года ежемесячно фиксируется увеличение поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. По состоянию на начало мая текущего года данные поступления составили 10 миллиардов 258 миллионов рублей. Это 102 процента к плановому показателю. На заседании отчитались. На сегодняшний день почти 17 тысяч человек вышли из тени и работают на легальных условиях по трудовым договорам. Опытом работы поделились и приглашенные гости. Теперь региональные власти будут работать лично с каждым, кто официально считается безработным. Проведут проверки и на рабочих местах. Эту работу будут выполнять специальные группы, которые уже созданы во всех районах и муниципальных округах края.